В прошлую субботу в Рижском квартале по инициативе в детской технической студии прошла детская барахолка. Мы встретились с главными организаторами этого очаровательного мероприятия и выяснили, что идея, в общем-то, не новая. Мы-то этой идеей заразились в той вот первой барахолке, которая была объявлена, если я не ошибаюсь, это был Вадим Ракша, он организовывал эту барахолку. Это было как-то то ли зимой, то ли в начале весны, было очень холодно, была зима на инлайте, и пришло две семьи. Одна семья наша, и мы пришли с игрушками, с книжками, а вторая семья пришли с пирогами и с чаем. И мы так замечательно провели время, познакомились с тех пор, мы дружим с этой семьей, и вот уже несколько лет мы хотели все-таки реализовать ее более масштабно и как-то так привлечь, да, больше людей к этому мероприятию. А если учесть, что это было не только развлечение для детворы, но и конкретная помощь городскому собачьему приюту фирмы ЗОВ, то получается еще и с пользой для Славутича. В последнее время поднималось много такой негативной темы по отношению к бродячим животным, но мы живем в таком мире, когда все-таки пропагандируем доброе и сочувственное, да, отношение ко всему живому. И хотелось детям дать понять, что не так все страшно, нужно просто правильно обращаться, да, и относиться к этим вещам. Вот, поэтому решили провести интересное время, ну и в то же время попробовать помочь хоть чуть-чуть. Мы, когда первый раз говорили с Леной, настроили на то, что вы понимаете, это может быть даже 200 гривен каких-то, небольшая сумма, но все равно это да, это все равно будет наш вклад. И она очень это встретила с энтузиазмом, эту идею, и у нас была запланирована лекция доброты, она состоялась, но все равно в таком формате не очень большом, потому что дети так увлеклись процессом купли-продажи, да, что отвлекаться им на другие мастер-классы было очень сложно. Вот, но в целом все равно получилось собрать, как мне кажется, хорошую сумму и чем-то помочь. Лена обещала потом отчитаться, что именно они купили на эти денежки, так что вот ждем. И, конечно, ребята высказали слова благодарности тем, кто помогал и Офису поддержки общественных инициатив, и жителям Рижского квартала нашего города. Я еще хочу поблагодарить тоже соседей коттеджей Рижских, которые очень отзывчиво отнеслись к нашей идее, и люди нам помогали, помогали с электричеством, и приносили, угощали яблоками. Это такое, получается, единение людей, и все с удовольствием друг с другом общались. В общем, мне кажется, в этом и тоже есть смысл таких мероприятий. Я думаю, что мы соскучились, вот почему, с чего начинался наш город, ведь первый день города проходил в разных кварталах, и в разных кварталах собирались застолья, и люди знакомились друг с другом. Это вот 89-е, 90-е годы, вот именно такое было. И в каждом квартале были концертные площадки, грузины приезжали, выступали у себя в кварталах и так далее. Поэтому это возрождение вот тех традиций, как бы возврат, это, я думаю, будет действительно интересно. Мы будем надеяться, что это такое. Вообще, когда мы выбирали локацию, мы как бы исходили из того, что вот в управлении там городом, в управлении Украины, это прошла там децентрализация, правильно, децентрализация, да. И вот, как бы, вот такой процесс, и мы, в принципе, тоже пошли вот по такому пути, для того, чтобы, да, уйти из площади и прийти там в какое-то классное место. У нас, ну, город уникальный, у нас этих мест настолько много. Миним количество районов? Даже больше, в каждом по два, по три таких мест. И они, ну, настолько уютные, настолько красивые, настолько это. И вот то, о чем сказала вот Наташа насчет того, что была вот эта вот протинификация, когда люди просто со стороны приходили, помогали, предлагали свою помощь, предлагали какие-то... Это было вот как раз то, ну, ради чего это, наверное, и делалось больше, в большей мере, ну, как, потому что надо объединяться громадами, надо делать, то есть, ближе к людьми, и надо вот... А, так как, надо знать, как зовут соседа. Так точно, да. Вот. И, как бы, все у нас получилось. Поделились организаторы барахолки с нами и планами на будущее. Я надеюсь, что мы все-таки осилим еще одну барахолку, как минимум, в этом году. У нас уже у организаторов есть определенные даты, которые мы, скажем так, рассматриваем, да. То есть, ищем интересные какие-то решения интересные. Ну, что-то новое хотелось бы внедрить, в том числе и какие-то, может быть, новые локации. Вот. Очень неплохо у нас в этот раз, ну, не в этот раз, вошло у нас в фудкорт, значит, были у нас вкусненькие смоколоки, как мы выражаем сейчас, и они пользовались большой популярностью. Мы, наверное, расширим данный ассортимент. Хотелось также сказать, что было интересного из того, что было. Было, да. Значит, к нам во время того, как мы раскладывались, к нам подошла семья одна и попросила, даже не то, что помощи, обратилась к нам с проблемой о том, что у них от их внучек осталась большая куча игрушек, вещей, и они готовы нам это все передать для того, чтобы мы организовали какое-то там пожертвование, аукцион или что-то такое. И, собственно говоря, эта куча пользовалась большим популярностью, вещей было много, было интересных вещей, вещи разбирались просто так, то есть те, кто приходил, получали определенное удовольствие рыться в каких-то игрушках. Когда уже ажиотаж спал, подошли дети там, набрали вот такую кучу игрушек, убежали, потом вернулись, говорят, а можно еще, и привели с собой еще друзей. Вот, и они тоже забрали. При этом всем пошла цепная реакция, стали подъезжать люди, говорили, ну, у вас такая классная штука, ну, вот эта куча, и приносили еще пакеты. Говорит, можно, пусть и у вас тоже стоит, кто-то кому-то что-то понадобится и заберет. А в итоге, как бы, когда все закончилось, мы собирали вещи, вот семья, которая принесла эти вещи, мы говорим, можно они побудут у вас, мы их потом дальше распределим. Вот он несет эти пакеты, говорит, мне кажется, я, говорит, приносил меньше. Предложили участники этой ярмарки, что давайте сделаем просто в такой вот фуд-зону, да, вот в нашей, в этой же локации, пусть кто-то что может, напечет, испечет, приготовит, придет и тоже. Причем это может быть, опять же, что-то я сказал, День города, это может быть в День защиты детей. Да, это просто может быть любая суббота, воскресенье. Да, да. С хорошей погодой. Мероприятие посетило около ста славучан, дети получили удовольствие, а организаторам отдельное спасибо. А у вас есть интересные идеи для реализации на общественных началах? Пробуйте, действуйте, будет о чем вспоминать.